В этот день, 12 октября, родились. Великий князь московский Дмитрий Иоаннович Донской, победитель хозяина Орды Мамая, в будущем канонизированный. Князь Дмитрий был сыном великого князя Ивана II Красного. Под неустанным попечительством митрополита Алексея он рос верующим и богобоязненным мальчиком. Праздник бесед не вел, непристойных слов не любил и злоонравных людей избегал. Но после преждевременной смерти отца, миролюбимому подростку пришлось принять власть и проявить себя с новой стороны. Период княжения будущего победителя Орды оценивался историками по-разному. Костомаров отмечал, что он не был способен мудростью правления облегчить тяжелую судьбу народа. В его действиях виден ряд промахов, беспрестанные разорения и опустошения, тот внешних врагов, тот внутренних усобиц, следовали одни за другими в громадных размерах. К этому добавлялись бедствия, чума, засуха, голод, пожары. А вот мэтр Куличевский был не согласен с коллегой. Он высоко оценивал Дмитрия Ивановича, отмечал физическую стать великого князя, крепок и мужествен. Его лидерские качества, которые позволили одержать победу на Куликовом поле, и завоевать прозвище Донского. Куликовская, она же Донская битва, стала центральным фактором в будущем объединения Руси и падении датар-монгольского ига. А благоверный князь Дмитрий Иванович навсегда занял особое место в истории Руси. И, как отмечал автор жития, после Мономаха и Александра Невского, никого так не любил и не чтил народ русский. Также 12 октября родились Михаил Милорадович, генерал от инфантерии, один из учеников Суворова, герой войны 1812 года, Санкт-Петербургский губернатор, актер и режиссер Ролан Быков. В этот день 12 октября 1903 года писатель Антон Чехов закончил свою последнюю пьесу «Вишневый сад». 12 октября 1904 года погиб священно-мученик Йоанн, архиепископ Рижский и всеалатный. Фамилия Помер латышская. Иван Андреевич Помер родился в семье простых прибалтийских крестьян в нескольких поколениях православных. После окончания духовной семинарии он принял постриг, служил сначала в Минской епархии, затем в Пейзенской и Саранской, став самым молодым епископом в Российской империи. Но грянула революция, после которой пастырь был арестован и приговорен к острелу. «Это злодеи, бога не боящиеся и людей не стыдящиеся. Это люди, умертвившие в себе человека, опустившиеся ниже звериного уровня», писал будущий святой. Только при содействии патриарха Тихона и зарубежной паствы он был отпущен на свободу и направлен архиепископом в Ригу, где в течение 13 лет служил церкви, богу и отчизне. Он являлся покровителем нищих и обездольных людей, организатором крестных ходов, борцом против русофобии и аскетом, жившим в темной и сырой комнате подвала кафедрального собора. Только после того, как физическое состояние архиепископа ухудшилось, он согласился переселиться на архиерейскую дачу, где встретил свой мучительный и загадочный конец. Имена его убийц до сих пор неизвестны. Современники вспоминали, что у епископа было много врагов, главным образом политических, и зарубежная пресса подчеркивала. Иоанн стал одной из жертв безбожного красного интернационала, выбирающего одного за другим из антибольшевистского стана самых опасных своих врагов. 12 октября 1940 года в Москве начал работу концертный зал имени Чайковского, открытие которого было приурочено к столетию со дня рождения композитора. После ареста режиссера Мейрхольда, занимавшегося реконструкцией помещения для своего театра, перепланировка здания была поручена архитектору Тичульну, инициатору московских высоток, который сдал под ключ концертный зал, оставив первоначальную задумку Мейрхольда, эллипсоидную форму зала. Полторы тысячи посадочных мест, портер, амфитеатр и балкон со стеклянным потолком-плафоном и световыми широкоизлучателями с цветными стеклами. Переточная вентиляция, проведенная через каналы зрительских кресел. Таким увидели новый зал зрителей, пришедшие на встречу с прекрасным, с музыкой Чайковского. 12 октября 1556 года состоялся первый пассажирский рейс по маршруту Москва-Прага. 12 октября 1557 года на экраны кинотеатров вышел фильм Михаила Калатозова «Летят журавли». Кинолента взяла золотую пальмовую ветвь в Каннах. 12 октября 1160 года генсек Никита Хрущев выступал на Генеральной ассамблее ООН с угрозой показать Западу «Пусть кину мать». Эта фраза вызвала смятение в рядах иностранных переводчиков. 12 октября 1164 года стартовал космический корабль «Восход-1» с тремя космонавтами на борту. Впервые в космос отправился не космонавт-одиночка, а экипаж. Таким был отодин 12 октября.